Всем привет! Вы находитесь на канале Вайс Гауф. Меня зовут Олег, я являюсь руководителем инжиниринговой группы московского офиса немецкого концерна Вайс Гауф. И сегодня здесь, в нашей студии, со мной в гостях находится моя коллега и подруга Алена. Всем привет! Я на самом деле пришла к Олегу с огромным багажом вопросов, потому что мне очень интересно, что же это за линейка Эко Лайф. И сегодня, естественно, мне Олег будет рассказывать, почему же она эко, и он не отделается от многих вопросов. Создавая коллекцию Эко Лайф, мы задумались о такой ценности, как здоровье и экологичность, потому что они порой подчас будут более важны, чем сама стоимость машинки в деньгах или скорость ее работы. Здравоохранение – это такая же ценность, о которой стоит поговорить и о которой стоит заняться. Поэтому мы создали целую отдельную коллекцию Эко Лайф, в которой находятся 4 модели стиральных машин. Давайте разберем их подробнее. Первая из этих моделей – это модель WM4126D. Является наиболее компактной из этих моделей, глубиной всего 40 см. Это фантастическая компактность, которую оценят многие из вас. Вторая модель – это модель WM4947DC-инвертор. Она уже оснащена инверторным двигателем. Третья модель, что очень интересно, называется уже WMD4148D. Она является также компактной, но уже оснащена и опцией сушки. Ну и финальная, четвертая модель – это как раз та самая красавица, которая находится сегодня здесь, в нашем офисе. Это модель WMD6160D. Она уже оснащена инверторным двигателем, загрузка белья до 10 кг и особым сотовым барабаном WaterCube Drum. Подробнее о ней мы сегодня и поговорим. Олег, насколько я знаю, что самая важная деталь в стиральной машине – это двигатель. Расскажи, пожалуйста, о ее особенностях. Спасибо за прекрасный вопрос, Алена. Алена, двигатель в данной стиральной машине инверторный, и это не просто слово, это еще и масса функционала. Алена, ты знаешь, что такое вот это вот? Нет, я даже не знаю, что такое инверторный. Вот, видите, я даже выговорить сначала не смогла. Поэтому многие наши зрители прекрасно знают, что это такое. Это подшипник, который в старых стиральных машинах щеточного типа зачастую выходил из строя спустя 3, 4, 5 лет ее работы. Но когда мы говорим о нашей новой стиральной машине от Weizgal с инверторным двигателем, мы уверены в том, что пройдет и 10, и 15 лет, и она не выйдет из строя. Потому что мы используем особую технологию BLDC – безщеточный двигатель. Теперь вот об этом вы можете просто-напросто забыть. Это будет просто не нужно. Это дает вам более высокую долговечность работы двигателя, снижение уровня шума, повышение качества и уровня стирки. И еще один важный момент – снижение числа колебаний, особенно во время отжима. Здорово. Это, получается, плюсы инверторного двигателя, верно я понимаю? Именно так. Олег, знаешь, на самом деле я вот тут буквально на днях созванивалась с подругой, и мы как раз затронули тему стиральных машин. Она 3 года назад купила стиральную машину, новую, хорошую, так ее мне хвалила. И тут звонит и говорит, Алена, кошмар, я не могу, у меня что-то накрылось с двигателем, или я вообще не знаю, мне мастера вызывать, или может быть, у тебя есть какой-то специалист. Хотя прошло всего 3 года. То есть у меня, естественно, следует вопрос. Дает ли данная машинка, стиральная машинка гарантию на то, чтобы, если вдруг что-то поломалось, что типа через 3 года мне не придется менять и покупать новую стиральную машину? О, Алена, ты можешь не беспокоиться на этот счет, поскольку компания Вайсгалов, она придерживается поистине немецкого подхода к контролю качества, мы всегда особое внимание уделяли гарантии на наши модели устройств. Во-первых, на все модели нашей бытовой техники мы даем гарантию 1 год. Во-вторых, на отдельные категории, такие как холодильники, мы даем гарантию 2 года. И в-третьих, если мы говорим вот об этой прекрасной модели, на ее инверторный двигатель мы даем отдельную гарантию не 5, не 7, а 10 лет. Этого хватит даже самому взыскательному покупателю. 10 лет? То есть, допустим, например, через 9 лет у меня там, не дай бог, она сломалась, то есть я могу к тебе прийти и сказать, слушай, Олег, у меня что-то там накосячила машинка. И ты ее починишь? Не переживай, Алена, Вайсгалов за свои слова отвечает. Ну, а если позвонишь мне, я приведу к тебе и починю ее тебе лично. Хорошо, договорились. Олег, на самом деле меня очень интересуют режимы в данной машинке. И первый режим, который я бы хотела вот уточнить, есть ли здесь быстрая стирка? Вот, допустим, я прибежала со спортзала, и мне надо вот быстренько все постирать за 15 минут, чтобы у меня все было... хоп, готово. Есть ли это такой режим или нет? Вообще, мне приятно, что из всех наших программ ты первая обратила внимание именно на этот режим, потому что мы оснастили нашу модель VMD6160D целыми 16 программами в ее библиотеке. И в самом деле, самый популярный режим, который спрашивают у нас наши покупатели, это режим быстрая стирка. И да, Алена, он есть в этой модели. Это быстрый режим, рассчитанный на 15 минут. В тех случаях, когда у вас нет много свободного времени, вам надо оперативно удалить все загрязнения, вычистить их из белья и получить готовые выстиранные вещи. Всего лишь четверть часа, Алена, и ты получаешь полностью готовое и постиранное белье. Это офигенно, это просто супер. Но на самом деле, у меня, знаешь, еще какая ситуация бывает? Там молодой человек пригласил меня на свидание, я понимаю, что у меня есть буквально типа час на сборы, а моя любимая юбка, она, в общем, грязная. И есть ли здесь такой режим, когда я могу вот там закинуть в стирку, и чтобы она еще сразу высохла? Насколько я обратила внимание, вроде там есть такой режимчик, благодаря которому за час у меня будет идеально выстиранная юбка, и еще она успеет отгладиться сама по себе такая, да? Ой, не переживай, Алена, свидание будет спасено, потому что вайсголов позаботились и об этом в том числе. Класс. Помимо простого быстрого режима на 15 минут, мы дали еще один режим, это, внимание, стирка плюс сушка за 60 минут. Я расскажу тебе, что это такое. Всего лишь за 60 минут ты получаешь белье, которое прошло полный цикл от замачивания, стирки, отжима до сушки, и ты вынимаешь его через час полностью не только чистым, но и сухим. Его уже можно надевать на себя или убирать в шкаф, если ты этого хочешь. Супер, то есть пока я накрасилась, там привела себя в порядок, сразу достала из стиральной машинки вещи и побежала на свидание. Мне это подходит, 100%. Так, и, конечно же, меня, знаешь, еще какой момент интересует? Просто в моей предыдущей стиральной машине у меня был один огромный глобальный вопрос. У меня много шелковых рубашек. Ну, я девочка, я люблю, как бы, такие вещи, которые, ну, скажем так, приятны к делу. И не было деликатного режима. Точнее, он был, но функция была очень плохая, потому что я себе испортила две шелковых рубашки. Как понимаешь, для девочки это так грусть-печаль. Расскажи, что здесь с деликатным режимом? Я думаю, все наши зрительницы прекрасного пола сейчас грустят вместе с тобой. Но это будет недолго, потому что мы спасем много-много-много шелковых, тонких, деликатных вещей. Мы не просто добавили режим для деликатных тканей в эту модель. Мы также оснастили эту стиральную машину в дополнение к режиму деликатной ткани особым барабаном, Алена. Этот барабан называется Water Cube Drum, или в переводе на русский барабан с водяными кубиками. Как это работает? Кубики так ходят. Даже если, Алена, вы закинули в него ткань, которая обладает особой деликатностью, например, шелка, тонкие шелка, деликатное кружево, и включили, допустим, максимальный отжим 1600 оборотов, внимание, в этот момент между бельем и барабаном, его металлической частью, образуется тонкая водяная пленка, и белье как будто бы начинает отжиматься в невесомости. Таким образом оно просто не стирается от металл барабана, а вода вытягивается из него. Оно становится суше, отжимается, но структура ткани полностью сохраняется. Вот это мы называем вайсгалл, деликатной стиркой. На самом деле, меня интересует еще один детский вопрос. Есть ли здесь детский режим, и каким образом он работает? Это на самом деле очень важно для людей, у кого есть малыши. Слушай, Алена, мне очень приятно, что ты упоминала об этом, потому что наши самые маленькие клиенты – это наши самые дорогие для нас клиенты. И поскольку мы говорим о серии Эколайф, мы позаботились о них с особой тщательностью и особым вниманием. Мы оснастили данную модель стиральной машины функцией стирки детского белья, которая отличается тем, что в конце, после основного цикла стирки, она запускает не один, не два, а три цикла ополаскивания, которые выбивают все частицы порошка из структуры ткани. Таким образом, эта программа подойдет не только для стирки детских вещей, но и для стирки вещей, например, для людей, у которых особо чувствительна кожа. Да, то есть, например, если вот у меня аллергия, как-то я даже сталкивалась с таким вопросом, что я купила порошок новый, и он оказался для меня, ну, типа, аллергеном. И получается, что благодаря такому режиму стирки я смогу себя чувствовать комфортно всегда, правильно? Абсолютно верно. Именно этот режим можно использовать и для стирки, как бы я это назвал, гипоаллергеной. Хотя это не написано здесь, это написано режим для детских вещей. И по факту это режим два в одном. Это и стирка детских вещей, и гипоаллергенный режим, который предусмотрен тоже в технологии данной модели. Слушай, скажи, а вот мы рассмотрели очень много уже, на самом деле, режимов стирки. А есть ли здесь режим для шерсти или там кашемира? Это такие достаточно тоже интересные ткани, и не всегда их можно постирать в стиральной машине, и приходится отнести там их в химчистку или еще куда-нибудь. Да, слушай, Алена, и шерсть, и кашемир, я бы сказал, это две стороны одной медали. У одного есть свои минусы и плюсы, у другого есть свои минусы и плюсы. И создавая вот эту программу для шерсти, она так называется шерсть, она подходит и для шерсти, и для кашемира, мы позаботились о том, чтобы шерсть не садилась, а кашемир не растягивался. Все-таки эко-лайф это не только забота о здоровье человека, но и забота о сохранении ваших вещей, и это здесь предусмотрено на 100%. Я тут всю неделю думала, собирала белье грязное, и насобирала целых 10 килограммов, и решила как раз проверить, а сможет ли данная машинка вместить в себя 10 килограммов белья. И вот мы сейчас как раз с тобой это и проверим. Ты готов на тест? Алена, я вижу, вы очень старательная девушка, но да, я готов даже на такой грязный тест. Я подготовилась, так что 10 килограммов должны сюда поместиться. И мы держим свое слово. Давай. Так, ну что, все 10 килограммов, ты готов? О, да, Алена, с радостью тебе помогу. Так, смотри, вот так вот. Мы не жалеем вещей, мы не жалеем. Все 10 килограммов белья уходят в нашу стиральную машину. Давай, давай. Мне кажется, это филотично. Видишь, какая она блестительная у нас, а? Давай, давай, давай. Оп, еще, еще. Мне мало, мало. Продюсеры, мне кажется, надо было добавить еще вашу помощь, а то я 10 килограмм насобирала, но это было, может быть, чуть-чуть, чуточек побольше. Ну, чуточек. Вот так, вот так, отлично. Корзина пуста. Закрываем. Так, ну что, мы приступим, да? Поехали. Конечно, самое интересное отделение это вот это. И как мы видим, здесь есть три отделения. Как я понимаю, это для основной стирки, для предварительной стирки и для кондиционера. Может быть, есть какие-то особенности? Все правильно, Алина. Мы специально для наших покупателей пронумеровали эти отделения. Отделение номер один – это отделение для предварительной стирки. Загружайте его порошком только в том случае, если у вас планируется предварительный этап стирки вашего белья. Отделение номер два. Оно предназначено для основной стирки, и оно тоже у нас секретиком. Ты знаешь, Алина, для чего нужен вот этот вот элемент? Нет, покажи. Вот это подвижная перегородка. В открытом состоянии она рассчитана у нас на порошковое средство, но если мы ее закрываем, она уже рассчитана для жидкого средства. Вы заливаете его туда, и оно расходуется не полностью, а периодически израсходуется за весь цикл стирки белья. Ну и последний третий отсек, вот он находится посередине, отмечен значком ромашки. Он предназначен для кондиционера. Отлично, ну что, давай, я уже хочу приступить. Давай мы сделаем микс. Допустим, вот в предварительную стирку мы закинем вот такого порошка обычного, да? Сюда ты уже как раз тут поставил вот эту вот замечательную штучку. Мы сюда нальем. Нальем. Отлично, смотри. И не вытекает. У меня просто всегда была проблема, что у меня сразу просто по барабану вот так вот все текло, а тут нет такой истории. Это здорово. Так, закрываем. Так, ну что, давай мы ее тогда запустим. Я знаю, что ты лучше понимаешь все эти режимы, поэтому включай какой-нибудь твой любимый режим. Да, Алена, я думаю, для нашего сегодняшнего теста идеально подойдет программа быстрой стирки на 15 минут. Давайте выберем ее. И запустим нашу стиральную машину в работу. Видите, замок заблокировался, стирка начата. У меня у подруги двое малышей, и они очень любят играть со всякими гаджетами. Интересно же понажимать всякие кнопочки. Естественно, стиральная машина не исключение. Вот расскажи, есть ли в данной модели блокировка от малышей? Ну, конечно, Алена. Как я говорил, Вайсгал всегда уделяет особое внимание семьям с маленькими детьми. Поэтому мы оснастили и эту модель стиральной машины опцией защиты от детей. Как это работает? Вам достаточно нажать две правые кнопки на панели управления, зажать их на 3 секунды, и модель перейдет в режим блокировки от детей. В ходе этого режима ни одно случайное нажатие не приведет ни к изменению режима, ни к запуску самой стиральной машины. Поэтому вы можете быть уверены в безопасности вас и ваших детей. Олег, у меня просто сегодня день жалоб тебе на стиральную машину. У меня еще, знаешь, какая была история? Как-то вот года два назад я пришла домой, ну, как-то с работы, и понимаю, что машинка у меня заблокирована. Вообще, в смысле, я не могу ее открыть, ничего с ней, там воды миллион, просто вот так вот барабан, что-то крутится, точнее, не крутится вообще уже ничего. Как так получилось? Я вообще ничего не могу сделать, в смысле, ни открыть, ни закрыть, ни включить. Я, то есть, попыталась ее выключить, вынула из розетки, вообще ничего не происходило, мне пришлось вызывать мастера. Расскажи, может быть, здесь есть какая-нибудь функция, которая предотвратит вот этот вот момент? Скажи, Алена, а из-за чего это случилось? Выбила пробки, скорее всего, выбила пробки, ну, у всех бывает, понимаете, электричество, это дело такое, что, ну, никто не застрахован, как говорится. Это очень хорошо, что Алена рассказала нам такую историю, потому что наша стиральная машина Weissgolf VMD6160D, она оснащена опцией Power Memory. Что это такое? В случае, если происходит сбой в работе электричества или, как рассказала Алена, выбивает пробки, вы можете быть уверены, что в случае кратковременного перебоя или дуговременного перебоя машина запомнит тот момент этапа стирки, на котором она остановилась, и при включении возобновит свою работу с того момента, на котором она остановилась. Не надо вызывать мастера, не надо развлокировать двери, машина продолжит работу, запомнив ее на том этапе, на котором работа была прекращена. У меня в мультиварке есть одна очень крутая функция, отложенный старт называется, например, я когда утром куда-то там тороплюсь, собираюсь, я знаю, что к 7 утра у меня уже будет готова каша. Ну и тут она есть, Алена. Класс. Добро пожаловать, 21 век. Ты проснулась рано утром, а стиральная машина тебе уже все постирала, осталось только достать и убрать шкаф, особенно если ты уже включил режим сушки, оно еще и сухое у тебя будет. Это так удобно, потому что в этой модели ты можешь сделать отложенный старт до 24 часов. Нами словами, ты куда-то можешь уйти, в гости, к подруге, в клуб, куда-нибудь еще, и не думать о том, когда она начнет работу. У тебя все уже заложено в ней, осталось только загрузить в нее белье, и в заданный час она начнет свое чистое дело. Знаешь, на самом деле это вот хорошая идея заложить белье на ночь, чтобы оно все постиралось, но у меня возникает всегда одна единственная проблема. Это пищание всех этих приборов. То есть я только загрузила на ночь, например, в стиральную машину, она у меня пищит и говорит, что все, давай, Алена, вынимай из меня что-нибудь. Точно так же, как и посудомоечная машина, и etc, etc, как говорится. И поэтому я на ночь ничего, ну, не кладу в стиральную машину. Алена, ты можешь не беспокоиться, потому что ViceGalp предусмотрели в нашей стиральной машине функцию тихого режима. Обратите внимание на панель управления, достаточно зажать две кнопки сушка и температура, чтобы активировать тихий режим ее работы. И тогда, даже если она закончит работу в ночное время, никакой писк, шум и звук тебя беспокоить не будут. То есть она закончит стирку, и она не будет пищать, и не будет мне говорить о том, что я постирала. Именно так. Ну, это класс. У меня часто бывает такое, что вот я закинула белье, тороплюсь куда-то, и потом понимаю, что вот те трусишки я забыла закинуть. Упс, да, незадача. Есть ли тут какая-то функция, чтобы я могла закинуть трусишки все-таки? Какая пикантная ситуация, Алена. Но ViceGalp позаботилась и о ней в том числе. Алена, если трусишки оказались небеспощадно забыты где-то в уголке комнаты, мы можем их докинуть, если мы только-только запустили программу. Внимание, если вода еще не дошла до нижней границы люка или не достигла высокой температуры, система безопасности при постановке на паузу этой модели позволит вам после ее перевода в ждущий режим спустя некоторое время разблокировать люк и доложить забытые вещи. Так что трусишки не будут забыты, а будут выстираны, вычищены. Это важно, это важно. Олег, ты сегодня начал нашу встречу с того, что это линейка EcoLife. И у меня крутится вопрос, а почему же она все-таки эко? Расскажи об особенностях. Ален, очень актуальный вопрос, и я с радостью отвечу на него, потому что данная модель обладает тремя показателями уровня А, очень высокого уровня. Это класс энергопотребления, класс стирки и класс отжима. Давайте объясним нашим пользователям, что же подробно они означают. Класс стирки уровня А означает, что после каждого запуска белья вы можете рассчитывать на гарантированный, высокий, по-европейски качественный результат. Класс энергопотребления А говорит о том, что если вы запустите ее в регулярном режиме, вы уверены, что вы не переплатите за электроэнергию, когда вы пользуетесь данной моделью. Ну и, конечно же, класс отжима уровня А говорит о том, что даже самые толстые вещи, которые впитывают в себя много влаги, будут втаскиваться сухими после окончания процесса отжима данной стиральной машины. Олег, спасибо тебе огромное. На самом деле, я еще не знала ни одного мужчину, с которым я бы могла поговорить о стиральных машинах вот так вот на чистоту. Поэтому спасибо, что составил мне компанию, рассказал просто все в деталях. Я уже, на самом деле, мне кажется, влюбилась в эту стиральную машину, но я тебе об этом не говорила. Я подумаю. Я как девушка должна подумать. Кстати, Алена, если все-таки надумаешь покупать эту стиральную машину, то под нашим видео находится ссылка, которая идет на перечень моделей всей линейки Эколайф с актуальными ценами, где их можно приобрести. Более того, ты можешь зайти на официальный сайт ViceGolf.ru, где и посмотреть все остальные категории нашей бытовой техники. Я подумаю. Ну а на сегодня, друзья, мы завершаем наше видео. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. У нас с вами были Олег. И Алена. Пока-пока. До новых встреч. Пока-пока.